Добрый вечер! Вы смотрите программу события сегодня в выпуске. Топливом для мини-тэц станет ли гнин? Кто быстрее и сильнее на спортивных площадках, кадеты или солдаты? В свой праздник юные таланты выступали на большой сцене. А теперь найти тему подробнее. В Речице состоялась выездная коллегия областного управления жилищно-коммунального хозяйства. Ее участники посетили агрогородок Холмич. Здесь закончена модернизация котельной, которая теперь будет работать на Лигнине. Лигнин поставит райжилкомхозу ликвидируемый опытно-промышленный гидролизный завод в счет своего долга предприятиям коммунальной отрасли. К концу 2009 года в Речице построят мини-тэц, которая также будет работать на Лигнине. В коллегии приняли участие заместители глав районов Гомельщины, курирующие работу жилищно-коммунальной отрасли, руководители райжилкомхозов. Обсуждали вопросы модернизации котельных для использования местных видов топлива в свете директивы президента номер 3 об энергосбережении, ход выполнения программы возрождения и развития села. В отчетах руководителей на пленарном заседании – ремонт жилья в агрогородках, благоустройство населенных пунктов, другие отраслевые вопросы. Особенно острой стала дискуссия о взаимодействии ЖКХ и проектных институтов, которые готовят документацию для ремонта и строительства объектов отрасли. Новые пришли сметы, новые пришли тарифы на разработку проекта сметы документации. Я исходные данные по своим семье объектам отдали еще три недели назад. А выходу отдали, деньги выделили, 426 превращения в столкома. Спасибо, помог Сан Саныч. Но я сегодня бьюсь две недели, чтобы заключить нового. Отмечено, что руководителям ЖКХ в этом вопросе следует проявить настойчивость. В ходе коллегии прозвучала информация об окончании в этом году проектирования «Мини-ТЭЦ» в Речице на базе котельной Новореческого микрорайона. К концу 2009 года объект должен быть введен в эксплуатацию, работать на Легнине и отапливать Новореческий и Днепровский микрорайоны. День защиты детей – один из самых старых международных праздников. Еще в далеком ноябре 1949 года было принято решение о его проведении. Ну а первый международный день защиты детей прошел 1 июня 1950 года. Это день напоминания обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли 2 июня на набережной реки Днепр и в амфитеатре. Организаторы отдела образования, отдел по делам молодежи, отдел культуры Реческого респолкома, районная организация общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, районный узел связи и районный отдел по чрезвычайным ситуациям. На праздники можно было подписаться на свои любимые журналы и газеты, поучаствовать в спортивных мероприятиях, потанцевать с ростовыми куклами, посмотреть на показательные выступления спасателей пожарных и многое другое. А концерт воспитанников Центра детского творчества и игры с залом вызвали неподельную радость ребят. Праздник детства получился веселым и красочным, но особенно было приятно взрослым мамам, папам, бабушкам, дедушкам, которые наблюдали за выступлением своих талантливых детишек на большой сцене амфитеатра. Организация хорошая, выступают детки, дочка у меня там выступает. Хороший, хороший солнечный день, погода хорошая, настроение хорошее, веселое. Деток много радостных и мы взрослые радуемся. Мероприятия такие должны проводиться. Мне нравится, дети веселятся, выступают, показывают свои таланты. Очень хорошо. Я такие праздники приветствую. На базе 6-й патрульной роты состоялась дружеская встреча военнослужащих и кадетов военно-патриотического центра. Кто быстрее и сильнее на спортивных площадках, выясняли кадеты и солдаты. Товарищ капитан, личный состав 6-й отдельной патрульной роты и личный состав кадетов для проведения спортивного праздника. На плацу в одной шеренге солдаты, у которых за плечами не один месяц службы, и юные кадеты. Сразу напрашивается вывод – смелый вызов. Но не тот-то было. Буквально с первого этапа, а это была военизированная эстафета с разборкой-сборкой оружия, кадеты шли достойно. И более того, к финишу пришли, отставая от солдат буквально на одну секунду. Одинаково идутся. Быстрее. Быстрее. Подсоедините. Все, пошел. Чуть труднее пришлось кадетам при перетягивании каната. По условиям число соперников должно быть одинаковым. Но весовая категория не позволила кадетам противостоять достойно. Пока на выручку не пришел военный комиссар. Для весового баланса я буду стоять, дергать не буду. Раз, два, три! Следующим этапом соревнования была стрельба. Военнослужащие, конечно же, были вне конкуренции. Зато силовые упражнения более качественно выполнили кадеты. Четверо. Работа еще есть. Молодец. На оценку отлично. Выполнить норматив надо в количестве 13 раз. Кадеты, например, и того же Владимира Зизюля, 22 раза сделал. Выполнил. То есть, в два раза. Пресс и отжимания? Пресс и отжимания 55 раз. Военнослужащие выполняли 68. Ну и кадеты недалеко оторвались 65 раз. Ребята вообще молодцы. Мы выложились на полную. Ну, конечно, сильный соперник был, но мы старались. Но я смотрела, что вы распределяли как-то кого. Ну да, у нас каждый на физическую подготовку и распределено все. От начала до конца соревнования проходили на высоком эмоциональном подъеме. Несмотря на разницу в возрасте, солдаты высоко оценили достоинства соперников. В процессе соревнований по всем показателям они ничем не уступали, в принципе, нашим же бойцам. Вот. Ну, хочется сказать, что ребята молодцы. И в дальнейшем я считаю, что в дальнейшем это нужно. Необходимо придут подготовленные бойцы к нам. И офицерам, и командирам нашим будет вполне уже легче с ними работать. То есть молодцы ребята. Развитые, физические, спортивные, подготовленные. Считаю, что они уже готовы, как дальнейшая наша смена, способны защитить родину, мать, дорогих им, близких людей. Александр, как вы считаете, вот если этих молодых людей, кадетов, сегодня поставить наравне с вами, нести службу, смогут справиться? Считаю, что смогут, вполне. Кадеты соревнований оценили по-своему. Несмотря на большое внимание физической подготовки, ребята твердили – работать, работать, работать. Хотя в целом результатом остались довольны. Как бы было сложно с одного вида соревнований на другой сразу переходить. Просто как бы уставали быстро. Ну, а так в основном нормально. Ну, взбадривает. Как бы еще больше хочется заниматься, достичь чего-то. И так, в общем, все отлично. В будущем свою жизнь собираешься со судьбой связать в армии? Ну, думаю, да. Закончится праздник торжественным построением и награждением. Капитан команды кадетов Владимир Зизюля награжден почетной грамотой за усердие и высокие результаты. Команде также вручена грамота за старание и усердие. Подводя итоги, председатель судейской коллегии, военный комиссар Андрей Кривоносов поблагодарил ребят за отношение к физической подготовке. И выразил надежду, что такое увлечение будет положительно влиять на ребят, как на призывников. И это радует меня по большой степени в том плане, что этих ребят не надо будет искать и разыскивать для привлечения на призывной участок. Так они сами туда придут раньше установленного срока. За весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения руководитель центра, старший лейтенант запаса Владимир Габрух, награжден юбилейной медалью. Носите на груди своей могучей, с достоинством и честью. Поздравляю. Дужу Родине. Состоялась спартакиада среди руководящих работников предприятий, сельхозпредприятий, организаций и учреждений Реческого района. По ее итогам наибольшее количество побед у двух команд – команды райисполкома и Центральной районной больницы. Спартакиада руководящих работников прошла в районе в шестой раз и собрала около 30 команд. Их количество остается неизменным уже несколько лет и все чаще среди участников – работники сельскохозяйственных предприятий. Накануне официального открытия спартакиады они состязались в волейболе. Выступили достойно. Участвовали две команды сельскохозяйственных наших предприятий, промышленных. В первую очередь, конечно, хотелось болеть даже за сельхозпредприятия, потому как им труднее выставить достойную команду, тем более и уровень их немножко ниже. Но они выступили достойно. Вышли в финал. Председатель райисполкома на спартакиаде и как официальное лицо, и как болельщик, и как игрок играет в волейбол. В этом виде спорта руководящие работники райисполкома традиционно сильны и мастерство свое подтверждают вновь. Вышли в полуфинал и в финале стали лучшими. В этом году игра проходила в манеже Центрального стадиона. Отремонтировали мы манеж Центрального стадиона, где мы можем две площадки спокойно разместить на этом манеже Центральном. Все видят, как соперники играют, делятся радостями и горостями, поэтому приятнее волейбол играть. Я думаю, что Центральный стадион, после того, как завершатся все работы на нем, будет такой центральной базой для проведения этой спартакиады. Соревнования по бильярду прошли в бильярдном зале ресторанного комплекса «Полесье». Большой зал, достаточное количество столов и уютная, спокойная атмосфера располагают к неторопливой, вдумчивой игре. Мужчины бьют по шарам не торопясь, получают выходного дня и игры максимум удовольствия. Лучшим в этом виде спорта становится представитель НГДУ. Второе призовое место у Торгсервиса. Мне очень приятно, что был выбран из всех залов именно наш. Я думаю, что всем участникам соревнований здесь комфортно и удобно. И более того, мы готовы всегда выступать для хороших целей. Спорт – это то, что отвлекает, то, что должно приучать. Одним словом, спорт – это и есть спорт. В стрельбе из пневматического оружия участвуют как мужчины, так и женщины. Многие сетуют на то, что не успели основательно подготовиться. Перед зачетными можно сделать несколько тренировочных выстрелов, но в холостую, без пуль. Лучше всех среди мужчин стреляют метизники. Второе место у Дняпровца. Мы считаем, что это очень правильно. Не всегда же руководителям ездить по хозяйствам, по районам, заниматься там многими, многими, многими вещами. Надо иногда и отдыхать. И то, что из полкома уже существует традиция, это уже шестая Спартакея, да, это замечательно. Дарс начинается с объяснения правил. Для тех, кто участвует впервые, и для тех, кто сидя в офисах, немного правила подзабыл. Вначале три броска пробных, затем пять серий по три броска зачетных. В результате лучшая среди женщин – представительница Центральной районной больницы. Среди мужчин – представитель винзавода. Еще в этот день руководители-спортсмены состязались в шахматах и настольном теннисе. Лучшие шахматисты работают в райисполкоме. Лучшие теннисисты-женщины – в Центральной районной больнице. На сегодня это вся информация. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Прогноз погоды в ближайшие двое суток ожидается. 4 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла. 5 июня ожидается небольшая облачность без осадка. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова